Значит, сначала немножко разговор про командный интерфейс операционной системы. Дело в том, что мы так или иначе с ним в течение всех модулей будем встречаться. Ага, появился пульт. Спасибо. Спасибо большое. Мы так или иначе с командным интерфейсом будем встречаться, поэтому к тому моменту, когда у нас пойдет четвертый модуль и, собственно, изучение архитектуры операционной системы, мы уже частично все это будем знать. Вот. Значит, давайте посмотрим шпаргалку. Еще у меня где-то была шпаргалка. Ща мы ее. Вот. Значит, лекция пока что... Имеет рабочее название импуталпут, но мы решили, что будет с ним. Для начала очень в черне познакомимся с тем, что в операционных системах называется процессом. Потому что процесс — это такое очень абстрактное вообще понятие. с точки зрения операционной системы процесс — это такая программа, запущенная в памяти, у которой, собственно, память изолирована от других процессов. То есть вот идея именно в том, что процессом, по крайней мере, в современных операционных системах называется нечто, что выполняется в течение своего кванта времени, управление чем, собственно, происходит с помощью планировщика Шедлера. Вот. И память, выделенная для кода и для данных, у всех процессов изолирована, ну, например, с помощью виртуальной памяти, как об этом мы говорили в прошлый раз. Вот. То есть это что-то, что обслуживается планировщиком и при этом достаточно защищенное от других такого же рода сущностей. А если подбираться ближе к какой-нибудь конкретной операционной системе, например, к операционной системе, основанной на ядре Linux, то у каждого процесса есть идентификатор процесса. Вот. Вот это идентификатор процесса. И у каждого процесса есть хозяин. Вот если выдать команду PS-EF, то нам покажется список вообще всех процессов в системе. И у них в первой колоночке в этом списке будет как раз хозяин, который его запустил. А во второй колоночке как раз идентификатор. Идентификатор процесса в каждый момент времени у процесса уникальный. Может так случиться, что через какое-то очень продолжительное время, какой-то очень давно неиспользуемый идентификатор процесса будет использован по новой. Вот. Просто при запуске каждого очередного процесса ему присылается новый идентификатор. Ну вот смотрите. Вот сейчас идентификатор процесса, который называется PS, то есть наша команда PS, был 4860, а сейчас он, видите, уже 4867. Это означает что? Это означает, что за время, которое я говорил, было запущено еще 6 процессов по ходу с идентификатором. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ну, казалось бы, в общем, пока что мы не занимаемся процессом, так что ничего более военного рассказывать не буду. Вот. PS-EF. Вообще говоря, интерфейс командной строки классический подразумевает, что первое слово командной строки – это команда, а остальное – это ключи. И в частности, минус E можно было бы написать вот так, что то же самое. Вот. То есть вот это название команды, а это модификатор ее выполнения. И вот. E от слова every process, то есть все процессы, а F от слова full, то есть полная таблица. На самом деле она нифига не полная, но это уже не важно. Вот. То, что мы смотрели на семинаре, значит, в конкретно уже Linux-системах, то есть системах, основанных именно на ядре Linux, есть специальный каталог, который называется SlashProtts, в котором в виде файлов представлена информация о системе, динамически обновляемая. Никаких таких вот файлов, которые мы видим, на самом деле не существует. Это все всего лишь эксплуатация программного интерфейса к ядру. То есть мы используем файловые операции, операции работы с каталогами, а в действительности ядро нам в ответ на эти операции просто предоставляет информацию. Вот. Обычному пользователю кажется, что в каталоге Proz есть под каталоги со всякими именами. Вот. Вопрос к капитану очевидность, что это за номера? Нет. Да, вы не капитан очевидности. Так что это за номера? Вы тоже не капитан очевидности. О чем я говорил три минуты назад? Две. Да, это эти, правильно. Вы капитан очевидности. Это идентификаторы процессов. Я уже говорил, что их как раз, что они все уникальны, так что мы можем посмотреть, допустим, ну где у нас вот тут списки? Ну допустим, ну допустим, вот этот терминал, который я запустил, называется MATE терминал. У него идентификатор процесс 4424, если мы посмотрим вот сюда, где там 24, вот, то мы увидим довольно много различных файлов. Они, кстати, все нулевой длины, потому что это неправда, ни разу не файлы. Вот эта вот колоночка означает ноль. Ну или давайте вот для красоты вот так вот, да? Все файлы нулевой длины, потому что на самом деле это не файлы, повторяю, а просто такие штуки, работая с которыми пользователь может получить от операционной системы какую-то информацию. Здесь много интересных, на самом деле, вещей. Вот, про процесс можно узнать. Например, вот предыдущая выдача нам показала, что исполняемый файл этого процесса лежит вот здесь. Текущий каталог у этого процесса лежит вот здесь. Что там еще интересного? Ну и так, ну много чего интересного, на самом деле. Потом до этого доберемся. Нас с вами интересует вот этот файл. Сейчас мы на него посмотрим. Который называется, по-моему, maps. Во! Вот этот файл содержит в текстовом виде, то есть, смотрите, он как бы нулевой длины. Вот, видите? Но когда мы в него заходим, мы внезапно видим довольно много всякого полезного. Вот. Так вот, он содержит списки страниц памяти, которые данному процессу доступны. Вот это вот слева адреса. То есть, процесс может ходить к адресам только из вот этих диапазонов, а никаким другим не может. Набор адресов довольно прихотливый, как видите. Если вглядеться, то вот эти адреса все идут подряд, да? 40 тысяч, не, 44.0, 41.1.3.0, 41.1.3.0, 43.9.3.0, ну и так дальше. А вот эти все идут как-то с обратной стороны видимой процессу памяти, видите? Вот. Но, тем не менее, именно так, именно к этим областям в своей виртуальной памяти, то есть, видимой самому процессу, процесс может обращаться, а к другим не может. Как вы помните из прошлой лекции, в действительности, все вот эти адреса с помощью таблицы преобразования адресов, которые называются ТЛБ, преобразованы в какие-то физические адреса, которые на самом деле всему этому не соответствуют. Вот. Вот на них-то мы сейчас и посмотрим, но для простоты мы зайдем на наш сервер с мипсовой архитектуры, там слегка проще вся эта машинерия. Давайте зайдем туда. Я надеюсь, что у меня получится. У меня получилось. Вот. Для начала напишем программу, которая ничего не делает. Зачем? А чтобы посмотреть, какие страницы памяти для нее будут заказаны операционной системой, ну и дальше мы попробуем вычислить физический адрес. Программа очень простая. Давайте я просто ее покажу, потому что времени нет. Вот она. Как видите, она только и делает, что на 10 секунд засыпает, потом просыпается. В цикле while мы проверяем, что слип возвратил нам в данном случае ноль. Да, пока слип возвращает ноль, все хорошо. И это такой вполне себе вечный цикл до тех пор, пока слип внезапно не возвратит ни ноль. Но он, кажется, ни ноль не возвратит никогда, поэтому можно считать его условно вечным. Такую программу можно запустить, и она не будет поедать процессорное время вообще, потому что целых 10 секунд она будет просто спать на таймере и ничего не сделать. Потом на какие-то ничтожные доли секунды она будет просыпаться, while будет проверять, что слип возвратил ноль, и дальше опять засыпать. Вот. Вот такую программу мы напишем. Обратите внимание, что функция слип, соответствующая системному вызову слип, мы, кстати, в Марсе такой даже видели, не знаю, пользовались мы им или нет, но я его показываю. Описано в другом заголовочном файле, который называется unistd.h. Почему так, не знаю, но вот оно такое. Вот. Узнал я об этом, к слову сказать, когда читал документацию по функции слип, вот, которая доступна просто по man-слипу, правда, вот лучше так сказать. А, это неправильно, а вот это правильная документация. Вот, пожалуйста, и тут прямо написано, что это unistd, что какое у нее описание, что она делает, ну вот это все. Вот. Давайте скомпилируем эту программу. Скомпилируем ее статически, потому что она тогда будет гораздо менее, более простой структуры. Вот. Пускай лежит, а мы пока поговорим дальше. Так, про таблицу размещения мы уже посмотрели. Вот. Ну, кстати, давайте посмотрим все-таки ради интереса. Вот мы ее запустим сейчас, эту программу. Во. Заодно новая в командном интерфейсе. Если запустить программу вот так, как я это делаю сейчас, указал в конце ampersanding. Произойдет довольно волшебная штука. Программа запустится в фоне. То есть мы запустим процесс, который будет где-то там работать. Вот. Если он что-то выводит на экран, мы даже увидим этот вывод. Но вот ввести склаватору он не может, потому что он запущен в фоне. А склаватору вводит нам тот же самый процесс, который его запустил в данном случае shell. Обратите так же внимание, что добрый shell нам выдал идентификатор процессора, процессор, который называется do nothing, чтобы мы, наверное, могли им как-то управлять. Вот мы как раз и хотим это сделать. Мы хотим посмотреть, а что у него лежит в файле maps, псевдофайле maps, потому что он, как помним, не файл. Ну вот видите, у программы, скомпилированной статически, очень простая структура. Буквально. Секция кода. Мы узнаем ее по адресу 40000. Вот. Еще один кусочек секции кода. А возможно, это секция данных. Помните, мы с вами, когда делали общ-дамп, выяснили, что на реальных мипсах никто не кладет секцию данных по адресу 1001400, а ее размещают непосредственно после того места, как секция кода закончится. И вот этот адрес уже очень сильно мне напоминает как раз то самое место. Вот. Что это такое, я не знаю. Возможно, это тоже секция данных, какая-то другая. Вот это так называемая куча. Куча – это место, где будут в памяти выделяться вам… Ну, короче, то место, где молок выделяет память. Вот. Куча – это штука, которая обслуживает операционная система. Она имеет довольно хитрую внутреннюю структуру. Мы помним, что все, что мы замолочили, можно потом с помощью фри освободить. Это значит, что когда память выделяется, операционная система запоминает, сколько и кому она выделила. И вот в этой самой куче вам и будет выделяться память. И это стэк. Мы помним, что он растет сверху вниз. Вот. А это какие-то вспомогательные области, которые нам, в общем, неинтересны. Вот, собственно, и все. Вот. Обратите также внимание на вот эти триплеты. rvx, rvx и r-x. Read, write, execute. Идея состоит в том, чтобы мы могли читать из этого сегмента, писать в этот сегмент. А что, что означает bit execute, для этого я даже не представляю вообще. Ну, наверное, и можно почитать документацию. Такие дела. Простая вот программа. Значит, это все были виртуальные адреса. Если мы запустим, запустим еще одну такую программу, do nothing. Да? Вот это имело 85.16, а вот это 85.25. Интересно, кто все эти люди, которые в это время работали на моем сервере? Наверное, вы. Кстати, вполне возможно. Так вот, мы запустили две таких программы. Смотрите. Ну, во-первых, можно вот так увидеть. Вот они обе. Да? Вот. Они обе работают в фоне. У них очень похожие карты памяти. Смотрите. Вот у первой программы. Вот у второй. Что у нее отличается? У них отличается только место, на котором выделена куча. Причем это место вот у этой такое, а у этой сякое. И вот эти все адреса, которые немножко по-другому выглядят. Хотя нет, вот это такое же. Ну, в общем, вот. Вот эти адреса, кстати, не отличаются. Вот эти еще отличаются. Это все виртуальные адреса, то есть те адреса в памяти, к которым ваша программа будет ходить, когда будет работать. Мы помним, что виртуальные адреса преобразуются в физические с помощью таблицы преобразования адресов. Вот. И операционная система предоставляет, правда, необычному пользователю, потому что эта информация может быть использована для взлома в АЦ, а только суперпользователю. Вернее, даже не так, даже не суперпользователю, а пользователю с правами системного администратора. Это чуть менее крутой пользователь, чем суперпользователь. Так вот, система предоставляет еще один файл. Сейчас покажу его. Вот, вот это суперпользователь, он очень крутой. Вот, значит, система предоставляет еще один файл. Он называется page map. Только давайте мы его делаем не так, а вот так. Вот, этот файл page map, это фактически все страницы памяти, склеенные в кучу, которые заказаны для данной программы. Плюс специальные заголовки. Вот, как видите, там везде хранятся нули. Вот, а у каждого заголовка есть вот 16, что ли, байтов. Нет, ну да, 16, что это? 64 бит, сколько? 8 байтов. 8 байтов этого самого заголовка. Вот. Как видите, если обычный пользователь смотрит такую картинку, то он видит довольно лысый, ну то есть тут очень мало информации. Это информация от обычного пользователя скрыта. А вот суперпользователь увидит гораздо больше информации. В частности, вот эти вот чиселки, это как раз номера физических страниц памяти, в которых у нас замаплены вот эти вот виртуальные страницы. Можно почитать, если очень хочется, документацию на этот счет. Да, вот ссылка на уязвимость, из-за которой буквально там года два назад закрыли доступ обычного пользователя к этой информации о том, где в физической памяти что лежит. Вот. Уязвимость очень смешная. Она связана с кэшом. Вы можете угадать немножко, что лежит в чужой памяти, если померяете скорость доступа к ней. Такого рода уязвимостей в последнее время очень много. Они есть даже аппаратные, то есть уязвимости на процессор устроены примерно так. В общем, можно по ссылке почитать, что делает этот самый Роухаммер. Собственно, строки кэша он эксплуатирует. Или не кэша, или нет. Это другие строки. Это строки организации оперативной памяти. Ну, неважно. Не суть. Вот, если очень хочется, могу потом подготовиться и рассказать про это. Вот. А, соответственно, документация лежит вот здесь. Вот она. Ой. Нет, вот это вот была она. Фактически там, здесь написано буквально следующее, если не видно, что... А здесь должна быть кнопочка свернуть вот эту фигню. Почему нет такой кнопочки? Я люблю эту кнопочку. Это же питание документации. Почему нет такой кнопочки? Жалко. Ну, ладно. Нет так нет. Фактически здесь написано следующее. Что в файле, псевдофайле, разумеется. PageMap. Лежит сначала вся страница, а потом ее описатель. 64 бита следующей структуры. Большую часть из этих бит занимает номер страницы, так называемый page frame number. Вот. Какого размера страница мы сейчас узнаем. Она, кстати, на разных архитектурах разная. А дальше еще сколько-то там битов занимает описатель этой страницы, который говорит разные вещи про нее. Например, есть ли она в памяти или нет. Может быть, она не в памяти, а вынута в своп. Если она вынута в своп, то в каком месте свопа она лежит. Ну и так дальше. Ну вот, значит, там по ссылке есть в лекциях, есть ссылка на большую программу, написанную на C, которая умеет анализировать этот файл. Вот. Но я написал маленькую программу, она совсем маленькая. Сейчас мы на нее посмотрим. Вот она. Давайте мы ее слегка разберем. Это, правда, вот та самая тема, от которой мы немножко отказались. Но она тут в очень простом виде представлена. Я имею в виду файловый вот вывод. Поэтому ничего страшного. Значит, что здесь нам неизвестно в этом коде? Нормально видно? Да. Ага. Странный тип уинт64т. Это тип данных в C, который строго гарантирует, что это будет unsigned integer, беззнаковое целое, размером 64 бита. Дело в том, что, как я уже говорил, размер целого числа в C зависит от разрядности процессора. Вот. А иногда еще и нет. Но целого нет. И если мы хотим, чтобы тип наших данных был всегда именно 64 беззнаковое целое, то лучше использовать не long int, который тоже может быть таким, а может быть и не таким. А именно у int64t эти типы описаны вот здесь, в заголовочном файле stdint. Вот. Вот этот long long, это как раз целой длиной 64 бита. Вот. Что делает программа? Программа открывает... Да, значит, мы помним, что можно передать параметры командной строки через массив argv. Мы это даже где-то делали. Вот. При этом argv нулевое будет содержать имя нашей программы, argv первое будет содержать строку первый параметр, argv второе второй параметр, ну и так дальше. Вот. Их всего, значит, argc штук. Вот. Эта программа, кстати, написана очень плохо, в том смысле, что она не проверяет никакие ошибки. Ну, например, если мы не передадим ей никаких параметров, она все равно полезет в argv 1 и вылезет какая-то гадость. Ну да ладно. Для сравнения, посмотрите ту программу по ссылке, которая делает это аккуратно, она все ошибки обрабатывает. Значит, что мы делаем? Мы ей должны сказать файл с этим самым, тот самый, который page.info. Вот. И это будет первый параметр. Она его откроет на чтение. Дальше. Мы должны ввести адрес. Это тот самый адрес, который указан в файле, в файле, как она там называлась, там, apps. Вот. И она в этом залезет в файл pages, посмотрит, сместится на смещение, равное этому адресу. Обратите внимание, да. Функция fsig, это значит мы перемещаем то место, откуда мы собираемся считывать из файла, на вот такое расстояние, да вот, без чтения. И читаем оттуда одно 60-тихоразрядное целое. Вот. Давайте посмотрим, что в результате получится. Так. Значит, что у нас есть сейчас? Вот у нас… Где они тут? А, ошибся. Во, вот у нас запущенные нами две программы, которые делают ничего. Да. Давай, вот у них есть, допустим… Что там, maps? Вот у них есть карта памяти. Давайте мы… Да нет, не Григорий. Вот сюда зайдем, скажем, pg. pg, я сказал. И, допустим… pg – это программа, которую я только что написал. Кто-то спрашивал, что это такое. Значит, второй параметр у него вот этот. Разбирать карту. А третий – посмотреть, какой физический адрес соответствует вот этому адресу. Вот так вот. Бум. Что я сделал неправильно? А, да, естественно, не это нужно. Сейчас. Не это, не это, не это. Это вот типичная ситуация, когда я не проверил никаких параметров, она пыталась залезть в файл, там, во. Во! Вот это вот оно. Значит, смотрите, как нам говорила документация, вот с самого конца лежат какие-то флаги, а вот это вот номер физической страницы, номер физической страницы, который в действительности соответствует вот этому адресу памяти. Ну, давайте проверим, где там стэк у него лежит, допустим. Стэк. Стэк – это вот это. Что-то, наверное, показывает ужасные ноли, это я не понимаю. А куча, например? Вот куча, понятно. Я что-то не так сказал ей? Ну, ноль, ну ладно. Непонятно почему. Где-то я ошибся. Ну, ладно, бог с ним. В любом случае, вот куча, например. Давайте посмотрим аналогичные данные по второму процессу, который 25. 25. Значит, во-первых, посмотрим, какая у него карта. Вот она. Во-вторых, посмотрим, что у него, где у него лежит код. Так. Похож он, не похож. Здесь вот одна страница памяти. Та же самая страница памяти. Обратите внимание, я сейчас про это расскажу. Это все еще имеет отношение к теме прошлой лекции. Значит, а если залезть, например, в стэк, то стэк или там в кучу, то куча лежит совершенно в другом месте. Вот это, напоминаю, всякие флаги, а вот это, собственно, номер физической страницы, умноженный на размер страницы, которая в данном случае равна, по-моему, 8 килобайтам. Это можно сейчас проверить. То есть идея стоит в чем? Что мы загружаем процесс в память. Если та память, которая отведена процессу, доступна ему на запись, то это, конечно, новая память. А вот здесь вот мы имеем дело, вот этот кусочек, кусочек исполняемого кода, 40 тысяч, 4 нуля, да, 44 нуля. Здесь мы имеем дело с ситуацией, когда нам нет необходимости для двух процессов заводить две разных области физической памяти. То есть два процесса выполняют программу, которая в действительности лежит в одном и том же месте, вот здесь. Потому что это сегмент кода, про который мы знаем в МИПСе, что он запрещен на запись, соответственно, один и тот же процесс, запущенный из одной и той же программы, вот она, я ее выделил, два раза, будет иметь разный стэк, разная область данных, разная область кучи, вот, и одинаковая область кода. Потому что она все равно недоступна на запись. Чтобы окончательно вас запутать, скажу еще, что вот эта область данных, область кода, она еще ни при каких обстоятельствах не попадет в своп. Помните, что такое своп, да? Выгрузка страниц, когда памяти не хватает. Она туда не попадет по очень простой причине. Зачем нам записывать содержимое вот этой отмеченной памяти на диск, вот этой, когда она уже лежит в файле, вот в этом. Да, именно. Мы можем считать, что эти страницы памяти уже лежат на диске, вот тут. Зачем их еще раз выгружать в своп? Вот если мы этот файл удалим, тогда там начнутся всякие интересные приключения, но не страшные. Ну, в общем, дело такое. Страшные приключения, это когда у вас внезапно содержимое памяти становится так называемым грязным. То есть у вас информация о том, что в памяти, и о том, что на диске начинает различаться. Это нужно синхронизировать немедленно. В частности, в Linux, если вы удаляете открытый файл, то он перестает быть виден для всех, а дескриптор его на самом деле остается. То есть он не, этот файл не помечается как удаленный, он просто исчезает из всех каталогов. И пока он открыт, с ним можно работать. Да, но это довольно хитро-извращенная технология, которую я покажу именно в Linux, которую я покажу как раз, когда у нас будет тема файловый вывод. Напомните мне, я это место покажу. Его можно восстановить, потому что все файлы, которые открыла ваша программа, зафиксированы в каталоге проц. Вот здесь вот, смотрите. Если уж на то пошло, вот здесь вот. Ну, не знаю. Ну, ладно, в следующий раз покажу. Ладно, что ничего не... Ну, в общем, напомните мне, расскажу. Можно. Пока он не закрыт, он на самом деле существует. Такие дела. Короче говоря, те области данных, в которых лежат данные специфичные для каждой программы, они, в общем, лежат в разных местах физической памяти. Вот одно место, вот такое, E, 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 E. И где-то здесь было другое место. Ну, вот оно. Совершенно другое. Вот. Те области данных, которые, в принципе, одни и те же, например, код программы, который, как известно, не меняется, может быть, даже ваши процессы будут использовать одни и те же. Это, собственно, иллюстрация к вот этой картинке. Сейчас покажу ее. Вот к этой картинке, когда, видите, два процесса ссылаются на одну и ту же страницу памяти. Вот она, shared page. Видите? Теперь мы знаем, в каких случаях это происходит. Например, это происходит в том случае, когда это исходный, когда это бинарный код. Вот секция текста, защищенная на запись, для программ, которые запущены из одного и того же бинарника. Почему бы нет? Такая вот штука. Точно так же устроены, помните, разделяемые библиотеки. В точности. Мы загружаем их в какое-то место памяти, и потом всем процессам, которые их хотят, даем доступ на чтение. Это место в памяти, и для каждого процесса это будет одна и та же табличка. Такие дела. Вот. И это, значит, что я хотел рассказать свои долги по прошлой лекции, и заодно, так сказать, да, за то, что я вам напудрил мозги на семинаре. Теперь, значит, что касается нынешней темы, мы собирались начать все-таки говорить про СИ, но, видимо, это правильная идея. У нас есть еще полчаса, да, больше. Ну, полчаса, в общем. За полчаса мы, конечно, весь СИ не пройдем, но на самом деле не такой уж сложный этот вопрос. Смотрите, это прекрасный сайт, который называется C++ Reference, который я горячо рекомендую всем, кому приходится много программировать на C++, вот, который ни разу не учебник, то есть, если вы... Что? Ну, не назовывается C++ Reference и даже с C++ Reference много познакомок в вашем доме. Правильно. С C++ Reference читая вот этот справочник, это, в общем, довольно тяжело. Ну, возможно, потому что мы знаем C++. Вот. Мы с вами узнаем, что? Мы с вами знаем, что структура программы на силу строена таким образом, что у нас есть только функции, больше ничего, которые друг друга вызывают. что одна из них должна называться Main, и тогда при запуске программы она запустится. В принципе, вы можете компоновщику сказать, что главная точка старта не Main, а что-то другое, но управляющая система C, которая подводит к тому, чтобы вызвать Main, она будет обескуражена. Вот. Ключевых слов в C буквально пара десятков. Вот это все. Вот левые три колонки. Что? Нормально. И все мы, на самом деле, кроме Enum, наверное, знаем, что это такое. Нет, еще экстерны не знаем. Вот. Половина из них это вообще модификаторы, нет, не половина, четверть из них это вообще модификаторы типов. Вот. Относительно типов сейчас найдем. Относительно типов. Типы бывают, как мы видели, скалярные, это числовые, то бишь, это char, int, и к ним бывает много-много всяких модификаторов, особенно к int, бывает long, бывает, сейчас, тут плохая, тут слишком общая фраза, да? Ну, давайте я их лучше напишу. Значит, относительно типов. Так. Давайте здесь где-нибудь. Нет, не здесь. Вот здесь. Обращаю ваше внимание на то, что char — это числовой тип. Это короткое целое, которое обычно занимает один байт. как полагается языку программирования C, на некоторых архитектурах char знаковое целое, а на некоторых беззнаковое, зависит от того, как устроена сама архитектура. Это очень неудобно, но это правда. Вот. Поэтому, если вы хотите, например, использовать беззнаковое целое длиной 8 битов, пишите у int 8. Не ошибетесь. А char — он то ли знаковый, то ли беззнаковый. У int A может быть модификатор long, это long, а может быть даже два модификатора long. Это опять long. Получается, какое-то китайское слово. Ладно. Значит, соответственно, опять же, для некоторых архитектур long long int — это 64, а long int — это 32, а для некоторых архитектур long int — это 64. Могу ошибаться. В общем, имейте в виду, что если вы хотите точное значение, используйте std int и у int что-то там. У каждого из этих модификаторов может быть может быть у каждого из этих типов может быть еще модификатор unsigned. Господи, прости. Что означает беззнаковую работу ровно в том смысле, в котором она была в прошлом семестре у нас, в прошлом моде. Помимо этого, есть еще float и double. у double, как обычно бывает модификатор long double, это очень длинное целое, очень длинное вещественное. И на этом, собственно, скалярный тип-то и заканчивается. Они бывают только числовые. Еще раз напоминаю, что char — это числовой тип. Дальше начинаются упражнения. Упражнения с типами состоят в том, что если вы хотите завести массив, вы просто пишете так, типа int, ray и дальше размер. Вот. В начале стоит тип, дальше стоит имя, дальше стоят модификаторы, которые показывают, какой на самом деле тип данных вы хотите описать. если вы пишете как-то вот так вот, то вы получаете двумерный массив, располагаемый в памяти по строкам, то есть у нас первая координата — это номер строки, а вторая — номер столбца. Помимо непосредственных типов в C есть также ссылки, мы об этом говорили, возможно, не на лекции, ссылки, указатели, пардон, указатели, ссылок нету, которые обозначаются звездочкой, то есть если вы написали int звездочка а звездочка б, обратите внимание на то, что не int звездочка, а именно вот так традиционно пишется, означает, что в переменной а и переменной б лежит адрес числа типа int, а дальше, одну секунду, а дальше уже мы с вами работаем согласно адресной арифметике, как это и было. Вопрос? Ну тупой ответ, потому что. Ну, понятное дело, что было бы логично, что int звездочка это такой тип, а дальше через запятую имена, но нет, такой синтаксис, я не знаю почему. Какой-то совсем рациональной аргументации придумать не могу. я думаю, что аргументация это следующее, что собственно тип данных, да, это то, что слева, int, а то, что справа, это способ, которым мы работаем с этим типом. Я сейчас покажу, как выглядит ссылка на функцию в C, вы ужаснетесь, но по крайней мере, возможно, вот на ваш вопрос, почему именно так будет косвенный ответ. Вот. Напоминаю, что имена составных объектов, имена массивов, имена структур, имена функций на самом деле являются адресами этих объектов в память. Вот. Соответственно, вот тут я сейчас покажу просто. Я тут написал пример использования функции. А, мы уже там. Сейчас, сейчас я покажу. Вот. Значит, правда страшно, да? Вот. Значит, описание, 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 описание. Значит, вы можете описать функцию. Вот это описание функции, обратите внимание, что оно в одну строчку. понятно, что разделителями все являются переводы строки, пробелы, табуляции в любом количестве. Поэтому могу написать в строчку, если очень хочется. Мог написать не в строчку. Вот. В данном случае мы описываем функцию, состоящую, вернее, принимающую два целочисленных параметра, возвращающую целочисленное значение и что-то там такое у себя вычисляющее. Вот, собственно, возраст значения. Указатель на эту функцию будет выглядеть так. Pionter. Не Pionter, а Pointer. Да? Мы определяем переменную Pointer типа, ее тип, указатель на функцию, которая зависит от двух параметров, возвращает целое. То есть, если бы была все принята модель, которую вы предлагаете, а именно, значит, сначала указать, весь, все типы, ну, как бы полностью сконструировать тип, а потом назвать имя, то это было бы гораздо сложнее читать. Вот попробуйте сообразно вот той стратегии, которую вы предлагаете, переформатировать вот эту картинку. Ну, не сейчас, в принципе. Оно и так достаточно запутанное, а если еще у нас будет, собственно, имя вынесено вправо, вы должны будете указать, а где вот среди этой мешани, ну, собственно, тот объект, который определяется. Так, вопрос ко всем. Срочка номер 8, она достаточно понятная или нет? Нет. А если я вот так напишу? Нет. Нет. Тоже нет. Значит, еще раз, да, значит, это указатель на функцию, в котором указано заодно, а какого типа сама функция? Окей, а если я вот так напишу, секунду, давайте напишем прототип функции А. int add int int Вот так, да? Значит, смотрите, вот это прототип функции, вот это ее реализация. Сейчас, я вижу вас, хорошо? Мы можем, например, функцию, реализацию функции оставить в конце, оставить в начале только прототип. А можем этот прототип убрать и описать функцию в начале. Тоже будет хорошо. Вопрос. А вот смотрите, еще один вопрос. Вот он. Вот почему вот сипы, ну, переменных, передаваем туда, вот справа пишутся, а не с тема, например. Ну, то есть разрываем как бы тип функции. То есть она возвращает к нему, а потом вообще после названия идет вот принимаемое значение. А с другой стороны, смотрите, вот эта конструкция очень похожа на вот эту конструкцию, да, фактически ее копируют. За исключением того, что мы говорим, слушайте, а вот здесь вот не сама функция, а ссылка на нее. То есть в этом смысле, в этом смысле так логичнее, потому что если бы мы еще как-то определили какое-то место, в котором бы мы отдельно делали бы список типов передаемых параметров, и это место было бы не такое, как при объявлении функции, а какое-то еще другое, нам бы пришлось запоминать два разных вида синтекса. Вот. Ну что, смотрите, еще раз, понятно, что вот это такое? все то же самое, только у нее значение не определено, вот и все. Вот. Вот оно, вот оно, имя переменной, вот это имя переменной, вот это имя переменной. Вот. Значит, ну вот давайте оставим точку add, давайте, кстати, проверим, может я что-то напортачил, может все неправильно? Да нет, все правильно. Вот. Вот так выглядит указатель на функцию с параллельным сообщением того, какого она типа. Если мы сейчас напишем вот так, вылезет предупреждение, кстати, обратите внимание, предупреждение, программа скомпилирована и даже запустится, к сожалению. Ну потому что, ну, не дай бог, мы еще и стек можем испортить. Да? Если напишем вот здесь double, например, то при попытке вызвать такую функцию возникнет сбой стека. Потому что наша функция будет думать, что ей передали 8 байтов, а мы ей передали только 4 стеки. возможно, даже возникнет какая-нибудь ерунда. В общем, плохая идея. Что? Да, он выжил. Смотрите, если используется фрейм, скорее всего, ничего страшного не произойдет. Мы выжим какой-то кусок из фрейма, в котором ничего нет такого. Да? А вот если фрейм не использовать, то мы, извините, передали туда, при вызове такой функции, да, передали туда 8 байтов, 4 плюс 4, а выбросили 12. И у нас произойдет то, что называется stack smash. У нас все пойдет наперекосяк. У нас после выхода из функции stack начнет указывать не в то место, в которое должен. Слава богу, у нас есть фреймы и вот, да. Ну вот, теперь возвращаемся к этой конструкции, да? Страшный и ужасный. Итак, переменная table является массивом указателей на функцию, принимающую два параметра и возвращающую. То есть логика построения этого описания такая. Мы как бы воспроизводим описание того объекта, который был и обмазываем его дополнительно способом использования этого типа. В данном случае массив указателей на. Скобочки так стоят. Я думаю, что если здесь поставить скобочки вот здесь вот, тогда будет указатель на массив, а так массив указатель. Вот. Как это? Это невозможно понять, нужно запомнить, даже я, если вы помните, в прошлый раз не воспроизвел эту структуру, хотя я на си программировал десятилетиями. Вот. Ну вот, вот она такая. Теперь давайте разберем этот код, раз уж мы пошли изучать язык си. Значит, что мы делаем? Мы вводим три числа. Не знаю, зачем тут оп, не нужен тут оп. Мы вводим три числа. Мы смотрим номер. С это номер в табличке. Обратите внимание, как я определяю этот номер. Мне нужно узнать размер, количество элементов в табличке Table. Количество элементов в табличке Table, ну, мы-то видим, что их тут четыре. Но, мало ли что, добавлю еще один. Количество элементов в табличке Table определяется очень просто. Размер самой таблички деленный на размер одного элемента. Да. Напоминаю, что вот это и вот это, это даже не функции, такие макросы, то есть в коде на ассемблее здесь будут написаны два правильных числа. Вот. А дальше мы вызываем, вызываем функцию, которая лежит в табличке с индексом c. Вот такая конструкция. Как эта конструкция работает? Ну, поскольку Table у нас является массивом указателей на функцию, то конструкция Table c, как мы помним из прошлой лекции, является содержимым, начиная с адреса Table плюс c, умноженное на размер одного элемента, а размер одного элемента это указатель. Вот. Стало быть, это будет адрес одной из функций. И дальше к получившему адресу мы прикручиваем конструкцию в круглых скобочек, что означает вызови, пожалуйста, функцию по этому адресу. Вот оно. Вопрос вот по этой картинке, потому что она тоже непростая. То есть относитесь к этому как к очень сложному макроассемблеру, который в результате приводит просто к вызову функции JumpedLink, помните, да? вызову функции с вот такими параметрами, а сама адрес этой функции лежит вот здесь. Так. Не слышу вопросов, это плохо. Видимо, уже мало кто понял. Да. А вот вопрос по списку по темам объема. Да. Или что, ты? Да. Вот ты был, это же указатель. Нет. Спасибо. Спасибо. Нет и еще раз нет. Повторяю вопрос. Чему равен size of table, если table это указатель? Вообще говоря, table как имя, да, это просто конкретный адрес в памяти. Мы его можем использовать все именно как метку. Мы видели на прошлом занятии, что если сказать compile вот этому файлу, то там будет слово table, которое, кстати, давайте скажем compile. Вот. То там будет слово table, которое будет просто меткой. Ну, где оно тут? Большой, какой? Это определение наших функций. Вот оно. Смотрите. Вот и все, во что превращается наш table с точки зрения ассемблера. Сейчас, сейчас, я отвечу на вопрос. Значит, поэтому, казалось бы, какой такой size of table, если это прямо вот это? Ответ. С точки зрения типов, о, убьем наш do nothing. С точки зрения типов, здесь написано, что мы определили целый массив из четырех элементов, указателей на функцию. Поэтому size of такой конструкции это не указатель, это массив указателей, да? Поэтому size of такой конструкции будет равен четыре раза по вот эту штуку. Это так же, как если бы мы определили, допустим, нет же сомнений, что на данной архитектуре size of от array это 40. архитектуре так вот смотрите вот архитектуре по сути как указатель указателей или как указатель? Почему он в мир указателей не возвращает? Потому что array это не указатель. Указатель это другой тип данных, который со звездочкой. Я это и спрашиваю. Или это был такой наводящий вопрос? Вы знали ответ? Нет, я это и спрашиваю. Вот. Смотрите. Сама слово array может быть использовано в качестве адреса. Но тип вот этой штуки это массив на 10 элементов. С точки зрения C нет такого типа в смысле когда вы начнете, когда вы напишите давайте мы передадим функции массива из 10 элементов а комплинатор будет ругаться и говорить вы пытаетесь передать функции массива из 10 элементов что прямо через стек а указатель не хотите вот это все. Когда вы будете написать что-то типа когда вы будете писать что-то типа вот так то естественно в P попадет просто адрес массива array. Но когда вы будете говорить какого размера у нас array вы получите размер всего всей той памяти которую он занимает. А если сайт в P сделает то получится 4 конечно. Понятное дело. А вот в памяти он как-то понимает что array закончится никак. Вообще в C нет такого понятия я понимаю что у вас закончилось. Нет то есть если молоком мы делаем с переменным размером как вы понимаете Нет нельзя сделать молоком с переменным размером молоко вы даете конкретный размер да да как понимает кто что никак сейчас а сайзов не может понять смотрите значит рассказываю всем суть нашего диалога суть нашего диалога состоит в том что сайзов тейбл определить можно а сайзов P понятное дело чему равен вопрос ко всем 4 и чтобы мы не делали сайзов P будет равен 4 мы выделили какую-то область в памяти присвоили этот адрес в P сайзов P равен 4 если мы взяли что-то там начали когда мы сказали free почему free это отдельная функция потому что только операционная система знает сколько на самом деле памяти было выделено и ты говоришь вот сколько выделилось только и забери обратно окей мы немножко оторвались от темы у нас еще целых 20 10 минут целых 10 минут мы видим продолжение языка C на следующей лекции вот мы разбираемся с типами вот такая картинка еще раз повторяю что это такое table это массив ссылок на функции table c это элемент этого массива то бишь ссылка на функцию который лежит в элементе массива под номером c а вот это вся вместе это вызов этой функции с двумя параметрами выглядит это примерно так помните какая операция была под номером 1 нет это было под номером 0 вот разумеется массивы все индексируются с нуля как и во всех большинстве языков программирования нормально вот кто знает язык программирования где массивы индексируются не с нуля в паскале на самом деле все гораздо хитрее в паскале есть понятие перечислимый тип и индексом массива является перечислимый тип сколько напишете столько и будет хотите с единицы хотите с минус пяти вот так что там вот все интереснее вот не знаю я так а basic я вспомнил basic окей значит давайте мы тогда оставшиеся 7 минут потратим на разбор следующего примера в который который представляет собой включать в себя еще структуру еще один вид составных типов данных раз уж мы пошли по типам данных в языке C это структуры мы их даже использовали по-моему на днях чтобы показать как адресинг работает описание структуры выглядит очень просто вы пишете стракт ярлык структуры и дальше перечисляете какие у нее поля слово поля как бы намекает нам на какие-то объекты и прочую инкапсуляцию ничего подобного с точки зрения языка C структура это просто кусок памяти в котором лежат вот эти два элемента данных кстати вот он ссылка на функцию да вот все вместе конструирует новый тип данных под названием struct pr и мы можем создать табличку в которой уже будет не только ссылка на функцию но еще и символ чтобы калькулятор написать вот эта конструкция что делает кто-нибудь мне скажет вслух вот это нет хорошо а вот это массив слово забыли да значит смотрите декодируем эту надпись table это переменная такая она какого типа она типа struct pair и на самом деле она массив из нескольких штук мы здесь не написали размер массива потому что мы этот массив инициализируем инициализируем мы вот такой конструкции поскольку саму структуру тоже можно инициализировать вот такой конструкции вот это все это валидный инициализатор у нас получается четыре элемента массива в каждом из которых лежит ссылка на функцию и символ ссылка на функцию и символ вот кстати вопрос из числа не самых простых но если кто помнит в материалы прошлой лекции, возможно, вы знаете на него ответ. Какого размера сайзов от struct pair? Сейчас. Предположение, что он равен 32. То есть это что? Нет, 32 чего? Байта? Громче? Вот, значит, предположение, что 11. Почему? Ваша мотивация. Один байт? 8. Почему 8? Смотрите, значит, ответ такой. Внимание, это действительно был не очень простой вопрос. Он от многого зависит на самом деле. Да. Нет, от архитектуры. Да. Значит, вот эта штука размером с адрес. Вот какого размера адрес на вашей архитектуре, такого размера эта штука. В нашем случае архитектура 32-разрядная, значит, 32 бита, 4 байта. 4, 8, 32. Вот эта штука 1 байт, но я сильно подозреваю, что в нашей архитектуре будет произведено выравнивание по границе машинного слова. То есть, и это 4, и это 1, и еще 3 пустых. Так что ответ 32, сколько там было? Ну, короче, 8 байтов правильный. Да, да. Вот. Значит, в действительности он занимает всего 5, 4 плюс 1. Но, скорее всего, будет произведено выравнивание. Даже проверять не буду, хотя нет, буду, вот сейчас увижу это. Вы были правы, 8. Давайте смотреть дальше, что происходит. Осталось 3 минуты, отлично. Как раз успеваем. Смотрите, тут вот этот синенький видно? Плохо видно? Ну, короче говоря, я их ввожу в виде число, символ число. Причем, если написать просто процент c, процент c, вот так вот, то при компиляции она нам ругнется, скажет, вы тут написали процент c, хотите ввести один символ. Но имейте в виду, что один символ это байт, а выводится целое число op. Op у меня целое число. Видите? Он говорит, значит так, вы можете ввести один символ, но забить сразу 4 байта этим вводом. Для этого надо писать формат lc. Так мне говорит компилятор, я ему верю. Число, символ число. Приехали вот сюда. Дальше. Дальше, как обычно, да? Цикл до тех пор увеличиваем. Что это за цикл? Мы ищем наш символ вот среди вот этих символов. Если найдем, значит, операция валидная, если не найдем, заканчиваем работу. Если соответствующий элемент равен, мы вызываем соответствующую функцию. Обратите внимание, как это выглядит теперь. Массив структур, table. Итый элемент массива структур. Table итые. Второе, нет, первое, нулевое в смысле, начальное поле итого элемента массива структур. Вызов функции. Ну вот. Вопросы по этой конструкции, пожалуйста. Она на самом деле даже слегка проще, потому что тут более понятно, что происходит. Или нет? Все молчат. То есть, нет вопросов, потому что непонятно ничего уже. Ну, скажем так, скорее наоборот. Поскольку массив у нас, массив вот таких пар, то мы сначала берем пару, потом выковыриваем оттуда ссылку на функцию, мы ее вызываем. Ну, вообще да. Ну вот. Соответственно, если мы этот цикл проскочили, и ничего там не было, и в результате и у нас вывлилось за границы массива, это значит, что символ был не найден среди вот этих, то все, заканчивается работа. Давайте мы это проверим. И на этом, собственно, видимо... Ой, а почему он выскочил? Что-то здесь не так. Тут написано break. Что-то здесь не так. По идее, их должно быть больше. Непонятно, почему он останавливает работу. Я бы на месте так не делал. Так, давайте потратим пару минут на отладку. По идее, этот иф не должен работать. Что мы сделали не так? Почему он при работе... То есть, он честно умножает или там делит? Ой. О! А, все, я понял. Все, работает. Ну вот. Это я, видимо, что-то неправильно ввел. Так. У нас, кажется, все. Значит, таким образом, у нас, получается, еще одна лекция вся целиком будет посвящена дальше синтаксусу C. Готовьтесь к скрепению мозгов, потому что плотность будет высокая. И мы тогда начинаем решать задачки просто по языку программирования. Тренируемся. Вот буквально первые там два домашних задания будут по языку программирования. И, соответственно, за выходные я сделаю новый контест в ЕДЖАДЖИ. Вот. Видимо, все. Есть еще какие-нибудь вопросы? Устали. Все устали. То ли еще будет. Хорошо. Тогда, значит, до встречи на семинаре и до следующего в следующий раз.